Дамы и господа, баскетбол возвращается! Еще один прекрасный, очень баскетбольный вечер нам с вами предстоит. Финальный турнир германской Бундеслиги продолжает нас радовать возможностью смотреть профессиональный баскетбол. Мы уже второй день наблюдаем вполне конкурентный, очень смотрибельный баскетбол. Сегодня вторая игра второго игрового дня, играет группа Б. И сегодня у нас Людвигсбург будет играть против команды Раста-Фехта. Из города Фехта, собственно говоря. Не проходит передача. Здорово пока Людвигсбург. Здорово поджимает в защите, не дает свободно мяч двигать Трэвис Симпсон. И хороший открытый бросок от Исмаила Вейнрайта. Никто кроме Большого, а это бросал по кольцу как раз Водикат Воттерман. И еще одно дальнее попадание. Исмаил Вейнрайд, 26 лет. И вот этот парень. Да, говорю, что важный. Важ 25 лет ему. Вот теперь он взорвался. Очень такой, видите, физически хорошо одаренный. 110 килограммов. У него при росте 196 сантиметров. Очень плотный. Ну и когда вот скорость набирает. Отгрузил. Отгрузил от души. Какая хорошая передача. Но все-таки Большому, когда ему здорово доставляют мяч, все становится гораздо проще. Заканчивается у нас первая четверть. Не под самую сирену. И что? Посмотрите, Ребич. Два игрока на нем, чтобы не дать возможность прибежать. Но вот он вам, чемпион Европы. Матич Ребич. За что ему платят деньги? За то, что он перетаскивает мяч через центральную линию. За то, что на нем много получают фолов. И успевает он выбросить эту трешку под самую сирену. Людвигсбург. Растап. Вехта. 24-20. Ау, каждый раз кричит что-то, выбрасывая мяч в сторону кольца от Эйвен Майерс. Случается такое, да? Вот он по-настоящему в высоких скоростях тело иногда подводит. Ух, как здорово. Как здорово сейчас разобрался Трэвис Симпсон. Такой день авиации устроил. Ух, полетел у Уимбыша. Только 8 очков, по-моему, уже будет у него на счету. Раста. Ух ты, еще один дальний бросок от Трэвиса Симпсона. Еще раз результативную передачу ему отдает Измаил Вейнрайн. Появился Ярослав Зисковский под 51 номером. И хорошо, который борется на счетах Херкинхофф. Камерон Джексон совершил уже одну пробежку. И посмотрите, под занавес атаки и под занавес первой половины. Камерон Джексон набирает еще два очка. У него будет 6. 32.46. Ну что ж, есть о чем подумать. Педро Кале показывает. Вот сейчас процент реализации из трехсекундной зоны. А вот из угла. Ну, на самом деле, вот Фехтер только на это и устается уповать. Просит, просит активный мяч, появившийся Боттерман на площадке. Ну, и посмотрите. Вот вроде бы он просто спасался. Выкидывал мяч, чтобы в аут не выбросить. А получилась отличная передача входящему Вейлеру Бабу. Зисковский. О-о-о. Зисковский проснулся. Много открытых, достаточно простых бросков. Получается, у Людвигсбурга Вейнрайт. Забрался в ситуацию, в которой не знал, что делать. А у Зисковского-то как летит. Погасит вот эту инерцию. И 11-я потеря ураста. О-о-о. И чем она заканчивается? Вы посмотрите. Найт подвешивает Томас Уимбош. Да, Людвигсбург. Кажется, это самая такая вот до этого момента. Это четвертая игра на турнире. И вот впервые такое преимущество. Ну, в группе у них еще три игры остается. Вот здесь вот Янг, посмотрите, отдал хорошую передачу Майклу Кесенсу. Он набирает первые очки для себя. В принципе, первый раз по кольцу бросил. И понашли Зисковский в углу. Посмотрите, ну, рядом не было игрока. Отбиваются. Есть силы для того, чтобы бежать в отрыв. Ван Слоттен. Ну, вообще парень не ошибается на самом деле. Бокс-аут, бокс-аут. Вейнрайт оставил там руку. И Ребич скорость набирает. Вот у него на вот это вот, на то, чтобы бежать в нападение, силы есть. И посмотрите-ка. Ворвались в десятиочковое отставание. 67-75. Всего 8. И ошибаются сами в нападении. Ничего сверхъестественного здесь защиты не сделало. А сейчас... И попадает Ван Роттен. Но вот не фалят. Без грубостей, но играют до конца. Вызывает уважение на самом деле команда Раста Фехта. Они достойно проигрывают. Они смогли вернуться в игру. Хотя казалось бы, что все уже там маячит двадцаточка. Всего 5 очков удается выиграть Людвигсбургу.